Британский премьер Джонсона Генсекната Столтенберг призвали страны Запада готовиться к затяжному конфликту в Украине, который может продлиться несколько лет. В новой доктрине Североатлантического альянса Россия будет рассматриваться в качестве угрозы. Кроме того, новый командующий британскими сухопутными войсками заявил, что Лондон вместе с союзниками должен готовиться вновь воевать в Европе, как все это рассынили политологи. Генсекната призвал партнеров готовиться к тому, что боевые действия в Украине могут затянуться на годы. При этом Североатлантический альянс не должен ослаблять поддержку Киева, даже если затраты высоки не только на военную поддержку, но и за рост цен на энергоносители и продукты, заявил Столтенберг в интервью немецкому Бильд. Он отметил, что если после этого конфликта Россия продолжит поступать так, как это было в 2008 Грузии, в 2014 году в Крыму, НАТО заплатит гораздо большую цену. По словам Генсекната Альянса, в конце июня на саммите Блока будет принята новая доктрина, и Россия в ней будет рассматриваться в качестве угрозы. Вот как это прокомментировал политолог Георгий Бовт. Пока я не вижу, честно говоря, вариантов, когда военные действия могут быть прекращены в пользу каких-то переговоров, поскольку обе стороны считают себя в силах и вправе, более того, продолжать военные действия. Поэтому, в общем, Столтенберг тут Америку не открыл. Что касается занесения России в список угроз, то об этом, в общем, НАТО стало говорить тоже примерно где-то в марте, о том, что доктрина Альянса будет пересмотрена, и, соответственно, из партнерства нас перепишут во враги. Но это и произойдет, видимо, на ближайшем саммите НАТО. Ну и вследствие чего договор, который, как ни смешно, еще действует о партнерстве с НАТО, он тоже будет, естественно, аннулирован. Про Джонсона, про конфликт, который может зазвенеться на годы, первым за последние сутки сказал как раз он, при том, что Британия сейчас больше других помогает Киеву. О чем это, на ваш взгляд, может говорить? Британия занимает одну из наиболее решительных позиций, наряду с поляками, некоторыми другими восточноевропейскими странами, в поддержке Украины. Даже некоторые заговорили о том, что возможен некий новый оборонительный или квази-альянс, по крайней мере, в составе Великобритании, Польши, прибалтийских стран. Может быть, еще кто-то присоединится к этому. Но эти страны действуют согласованно внутри блока НАТО. Блок НАТО никак не сдерживает такое взаимодействие между отдельными его членами. Месяца через два, может быть, раньше, может быть, позже, рано или поздно будет поставлен вопрос о той или иной форме военного вмешательства. Не НАТО, как такового, хотя бы, а отдельных стран-членов НАТО в качестве, как это будет названо, миротворческой операции. Поляки давно уже, в общем, рассуждают на эту тему. Это было отмечено и нашими некоторыми руководителями, о том, что они намереваются войти в Западную Украину. Поляки это пока не опровергают, по крайней мере, и со стороны Киева. Пока нету никаких таких резких возражений. В новой стратегической концепции НАТО Россия назовут угрозу безопасности. Что даст этот статус? Ну, прежде всего, этот статус даст то, что произойдет наращивание военных расходов всех стран-членов блока. Наконец, будет преодолен тот самый рубеж 2% ВВП военных расходов, которого Америка еще при Трампе так упорно добивалась. Раз угроза, значит, надо ей противодействовать. Значит, на восточных рубежах НАТО появится больше вооружений. Солдат НАТО — это эскалация пока не перерастания военных действий. Но, тем не менее, когда накапливается вооружение на какой-то линии соприкосновения, то история показывает, что довольно часто количество переходит в качество. Начинается уже настоящая война. Политолог Георгий Бофт, ранее британский премьер Джонсон, также призвал союзников готовиться к затяжному конфликту. По его мнению, страны Запада должны, цитирую, обеспечить Киеву стратегическую выносливость для выживания, поскольку Путин перешел к военной кампании на истощение, пытаясь стерить украинские силы все больше силой. Недавно назначенный глава британских сухопутных войск Патрик Сандерс в воскресенье заявил, что Британия должна готовиться вновь воевать в Европе. Сообщил Индепендент, цитирую, сейчас крайне необходимо создать армию, способную сражаться вместе с нашими союзниками и победить Россию в бою, конец цитаты. В настоящее время сухопутные войска королевства вообще не готовы к полномасштабному военному конфликту в Европе, отмечает директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. В общем-то сейчас мало кто к ней готов. Британцы вообще крайне компактные сухопутные войска, которые целиком были ориентированы на экспедиционные какие-то операции во взаимодействии с США, где-нибудь там на Ближнем Востоке. Произошло за последние годы кардинальное сокращение количества танков, артиллерии, многие виды тяжелых вооружений. Все это сведено было к минимуму. И в общем-то сейчас, когда мы фактически возвращаемся к полноценному военному противостоянию в Европе, видимо, будет предпринята попытка в какой-то степени восстановить потенциал. Хотя говорить о том, что у Великобритании вообще когда-либо в истории была армия, способная один на один воевать с Россией, не приходится. Просто такого не было никогда практически за всю историю двух стран. Технически это потребует расходов многие десятки миллиардов долларов дополнительно. Причем, вероятно, даже десятки миллиардов долларов в год дополнительных расходов. И, наверное, в пределах 10 лет напряженной работы, чтобы развернуть производство, осуществить закупки, нарастить численность личного состава, чтобы вернуться к тому, что было, когда Британия реально готовилась к участию на вторых ролях в полномасштабной сухопутной войне в Европе. Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин. Киев рассматривает варианты выдачи виз россиянам через визовые центры или представительства третьей страны, сообщили в украинском правительстве. Зеленскому подготовят предложение по выбору страны, которая будет представлять интересы Украины в России, заниматься визовыми вопросами. Визовый режим начнет действовать для россиян с 1 июля. До этого для посещения Украины необходимо было иметь загранпаспорт действительно в течение всего срока поездки. Конфликты и экономика Операция НАТО против Югославии в 1999 году стала той войной, которую американские фондовые рынки просто не заметили. Никаких скачков или наоборот обвалов не было ни в день ультиматума Белграду, ни когда США уже начали бомбардировки. У того, что рынки проигнорировали масштабный конфликт в Европе, есть объяснение. Еще в начале 90-х, когда в Югославии началась гражданская война, западная пресса объяснила и массовому потребителю, и инвесторам, насколько Балканы незначимы экономически. Ведь там нет ни нефти, ни газа, ни по-настоящему крупных компаний, способных повлиять на показатели торговых площадок. В результате кадры горящего Белграда никак не отразились на настроениях фондовых бирж. Даже индекс Доу-Джонс в дни бомбежек продолжил свой рост. Обнаружен документ с обещаниями не расширять Сената на восток. Как пишет немецкая Шпигель, его нашел американский дипломат в Британском национальном архиве. Что это за документ и может ли он что-то изменить в современных условиях? Найден архивный документ, подтверждающий, что Запад обещал руководству СССР не расширять Сената на восток. Об этом написал Шпигель. Документ нашел американский дипломат, доцент Бостонского университета Джошуа Шифренсен в Британском национальном архиве. Это протокол встречи представителей МИД США, Великобритании, Франции и ФРГ в Бонне 6 марта 1991 года по поводу объединения Германии. В нем есть слова представителя МИД ФРГ Юргена Хробага. Цитата. В ходе переговора в формате 2 плюс 4 мы ясно дали понять, что не будем расширять НАТО за пределы реки Эльбы, поэтому мы не можем предложить Польше и остальным членство в НАТО. Эта позиция была согласована с федеральным канцлером Гельмантом Колем. А представитель США Раймонд Зайц сказал, что извлекать выгоду из вывода советских войск из Восточной Европы не будут. Может ли что-то изменить в современных условиях эта находка, комментирует немецкий политолог Александр Рар. К сожалению, это дискутируется только у журналистов, не в очень узком обосковновочном кругу. Политики на это не обращают внимания. Тут уже пустили такую аргументацию в Твиттере, высказываются отдельные политики, что все это не касается, неинтересно, потому что, может быть, в устной форме тогда Советскому Союзу что-то обещали, но Советский Союз полгода спустя рухнул и началась новая жизнь, и Варшавский договор рухнул полностью, и появились новые страны, которые имеют право участвовать в том военном сфере, который они хотят. Западные политики по-прежнему придерживаются жесткому нарративу, что никаких обещаний именно России не давали. Меня беспокоит то, что я сейчас наблюдаю за последние месяцы. Раньше России всегда говорили, что НАТО не расширяется против вас. Расширяем против иранцев, против Северной Кореи, но не против вас. А сейчас вот на Министерстве конференции безопасности становится абсолютно ясно, из высказанных всех политиков, что НАТО будет расширяться и укрепляться, в всяком случае, на территории нынешнего, НАТО в Прибалтике и в Польше, именно в первую очередь против России. И это, конечно, уже дальнейший, очень серьезный шаг к конфронтации в отношении России. И показывает, что Россия была сам, 15 лет тому назад, тоже абсолютно права, которая говорила, перестаньте нам эту лапшу наовши держаться. Конечно, вы хотите расширяться, как НАТО против России, а не против кого-то другого. Немецкий политолог Александр Рар в декабре 2021 года на своей пресс-конференции Владимир Путин в очередной раз напомнил, что в ходе переговоров об объединении Германии и Советскому Союзу обещали, что НАТО не будет расширяться. Генсек НАТО Столтенберг в интервью немецкой Шпигель сказал, что такого обещания никогда не было, никогда не было такой закулисной сделки. Это просто неверно. В Финляндии и Швеции официально приняли решение о подаче заявки на членство в НАТО. Альянсу осталось лишь найти компромисс с Турцией, который противится вступлению этих стран в военный союз. На этом фоне глава немецкого МИДа Бербак заявила, что каналы диалога России с Европой и НАТО перестали существовать по инициативе Москвы. А по данным Блумбергов, новая стратегия НАТО-Россия может быть обозначена как прямая угроза. В НАТО быстро найдут компромисс с Турцией в вопросе вступления в Альянс в Финляндии и Швеции. Об этом в воскресенье заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. «Я уверен, что мы придем к взаимопониманию и согласию», — приводит его слова Интерфакс. Ранее турецкий лидер Эрдоган заявил, что Анкара не настроена позитивно в отношении членства в Швеции и Финляндии, поскольку в этих странах действуют курдские организации, которые Турция считает террористическими. Позднее глава турецкого МИДа Чеву Шаглу заявила готовность работать с другими членами НАТО над устранением имеющихся препятствий. Столтенберг назвал Турцию важным союзником Североатлантического альянса, выразив надежду на то, что все пройдет быстро и гладко, комментирует гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Куртунов. Если говорить о Турции, то ее возражения против ускоренного приема Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс определяются теми особыми отношениями, которые у этих динамских стран сложились рядом политических движений Курдистана, включая и Курдскую рабочую партию, которую Турция считает политическим крылом террористических организаций. И действительно, особенно в Швеции, существует значительная курдская диаспора, в ней представлены различные силы, в том числе и те, которые являются явными последовательными оппонентами нынешнего турецкого руководства. А более того, в свое время и Финляндия, и Швеция вводили некоторые ограничения на поставки вооружений. Про Турции в связи с тем, как турецкое руководство не пытается решить курдскую проблему. Поэтому здесь действительно есть разногласия, и Турция будет стараться добиться каких-то обязательств со стороны Хельсинки и Стокгольма. И думаю, что эти разногласия создают принципиальные препятствия для вхождения Финляндии и Швеции в НАТО. Но, конечно, предстоит определенный торг. Наверное, какие-то заверения Анкара должна получить от новых членов, для того, чтобы турецкому руководству не было беспокойности по поводу возможной поддержки уже новыми членами НАТО политических оппонентов Эрдогана и политического руководства в Анкаре. Ген-директор Российского совета по международным делам Андрей Куртунов. В воскресенье власти Швеции и Финляндии объявили официальное намерение подать заявку на вступление в НАТО. Шведский премьер Андерсон подчеркнул, что решение страны не направлено против России. При этом Стокгольм заявил, что будет против размещения ядерного оружия и военных баз на шведской территории. В свою очередь, президент Финляндии сообщил, что в Хельсинки не видят прямой угрозы от России, а решение о вступлении в НАТО связано с изменением ситуации с безопасностью. По словам Саули Нинюсти, когда он сообщил о решении финнов Путину в ходе субботнего телефонного разговора, тот принял это на удивление спокойно. Российский лидер не озвучивал угроз, в целом беседа была хладнокровная. В российском медиа ранее заявляли, что Москва предпримет в ответ на вступление Финляндии и Швеции в НАТО шаги военно-технического характера. По словам генсека Альянса, НАТО намерен растить военное присутствие в Балтийском регионе, чтобы обеспечить безопасность шведов и финнов до вступления в Альянс. Можно ли считать принятие новых членов НАТО практически неизбежным? И чем это обернется для региона? Мнение научного сотрудника Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артема Скалова. Принятие в НАТО Финляндии и Швеции действительно, в принципе, можно считать делом уже решенным, поскольку и до этого данные страны имели определенный опыт взаимодействия с НАТО и другими государствами, которые входят в данный альянс, и, в принципе, вся ситуация, которая складывается в международных отношениях на данный момент, располагает к тому, чтобы эти государства присоединились к Североатлантическому альянсу. И, в принципе, вопрос этот действительно скорее считается вопросом времени сейчас, нежели вопросом дискуссионным. С учетом того, что до вступления в НАТО и Финляндии и Швеции должно пройти определенное время, то, в принципе, в отношении этих стран, как давала понять, например, британская сторона, уже действуют, в принципе, те же гарантии безопасности, которые действуют и для любой другой страны НАТО. И, тем не менее, это будет означать также и то, что в ближайшее время мы увидим усиление милитаризации Балтийского региона со стороны стран НАТО. Это будет выражаться как в проведении масштабных военных учений, так и в наращивании военных контингентов, которые расположены в данном регионе со стороны Североатлантического альянса. С другой стороны, безусловно, Россия будет реагировать аналогичным образом, что будет в целом усиливать милитаризацию Балтийского региона. Артем Соколов, научный сотрудник Центра европейских исследований, Института международных исследований МГИМО. В Берлине считают, что Швецию и Финляндию подтолкнуло ко вступлению НАТО ситуации вокруг Украины. Потом сообщил Тесс о ссылке на главу немецкого МИДа Анна-Лена Бербак. Дипломат заявил, что каналы диалога России с Европой и НАТО прекратили существование по инициативе Москвы. Сдвиг в отношениях России и Запада может быть отраженной стратегической концепцией НАТО. По данным источнику Блумберга, в новой версии документа Россия может быть обозначена как прямая угроза Альянсу. В действующей стратегии от 2010 года говорится о необходимости стратегического партнерства с Россией. По данным Блумберг, новая стратегия может быть утверждена на июньском саммите НАТО в Мадриде. Россия предпримет меры, в том числе военно-технического характера, для устранения угрозы за расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции, заявили на Смоленской площади. А в российском постпредставе при ООН предупредили, что как только финны и шведы станут членами НАТО, территории их стран станут возможной целью для российских военных. Россия примет меры для устранения угрозы за расширение НАТО. Об этом говорится в заявлении российского МИДа в связи с планами Швеции и Финляндии стать членами Альянса. Выбор способа обеспечения своей безопасности принадлежит властям и народу Финляндии, но Москва будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угрозы ее безопасности, отметили на Смоленской площади. В свою очередь представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что очередное решение НАТО не делает континент более стабильным и безопасным. По словам Москвы, проанализируют все сопряженные с этим риски, примут меры, характер которых будет зависеть от того, насколько инфраструктура Альянса приблизится к российским границам. На днях финские СМИ сообщали, что Швеция и Финляндия одновременно подадут заявки на членство НАТО в начале следующей недели, комментирует директор Центра европейской безопасности Татьяна Пархарина. Если оценивать ситуацию с точки зрения тех требований, которые Россия предъявила коллективному Западу НАТО США 15 декабря, то эти риски значительно возрастают. Потому что тогда говорилось, что НАТО должно откатиться на позиции 1997 года. Но сейчас мы видим, что присоединившись к НАТО, граница соприкосновения НАТО с Россией увеличивается в случае с Финляндией на 1350 километров. Вместе с тем нужно понимать, что Финляндия и Швеция, которые приняли это решение именно вследствие конфликтного развития событий, которое началось 24 февраля, потому что до этого момента количество людей, которые связывали с НАТО собственную безопасность, было меньше 30. А после 24 февраля это такой резкий взлет, и сейчас в случае с Финляндией это 64%. Ну, приблизительно то же самое в случае со Швецией. Скорее всего, формально присоединение произойдет на мадридском саммите НАТО в июне нынешнего года. Поэтому Россия, конечно же, устами и Дмитрия Медведева, и МИД российский, и Дмитрий Песков заявили, что угроза безопасности России возрастает. Как ни парадоксально, основополагающий акт между Россией и НАТО, он не разорван ни одной из сторон. Хотя он, по сути, не действует, это было заявлено неоднократно. Но, тем не менее, не разорван. А основополагающий акт предполагал, что на территории новых членов не будет размещаться ядерное оружие. Вот я думаю, что многое будет зависеть от того, что будет размещено на территории Финляндии и Швеции. Татьяна Пархарина, директор Центра европейской безопасности. Британия уже заключила с Финляндой и Швецией новое соглашение, выступив гарантом безопасности этих стран-кандидатов члена НАТО. По словам британского премьера Джунсона, характер помощи будет зависеть от запроса Хельсинки и Стокгольма. Как только финны и шведы станут членами НАТО и подразделения альянса будут в их странах, их территория станет возможной целью для российских военных, заявил заместитель российского постпреда Прион Полянский. Ну а финские СМИ сообщили, что Россия может уже в пятницу, 13 мая прекратить поставки газа в страну. Российская сторона это пока не подтвердила, но и не опровергла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова